Броски по-татарски, возгласы по-болгарски. Сборная этой страны завершает тренировку перед предстоящей схваткой. Завтра они отправляются в Мингерб. Там начнется самое масштабное первенство борцов на поясах. С поясом в Болгарии связано многое. Они когда хороводы возят в Болгарии, они держатся за пояс. Когда борются, держатся за пояс. Там ритуалы есть, танцы и так далее. Именно этот пояс в первую очередь отличает эту борьбу от борьбы, например, вольной. Ну и техника, соответственно, тоже отличается. Если в вольной или, к примеру, в греко-римской борьбе противника достаточно взять на удержание, то встырешь, стреляешь, обязательно уложить на лопатки. Правила обязательно повторят в день чемпионата. Ведь, по словам организаторов, в разных странах они отличаются. На мировом же первенстве все традиционно. Без подсечек, подножек и на свежем воздухе. Провести это так, чтобы грандиожно, чтобы люди могли посмотреть и отдохнуть на природе. Как и на прошлогоднем Кубке мира, местом мировой борьбы станет Майдан Мингера. В случае дождя для борцов и зрителей специальные навесы. Мы готовились 20 лет. Там инфраструктура позволяет. Там можно увидеть национальную культуру, национальный колорит. И освещение соответствует тем стандартам, которые надо для того, чтобы вечером проводить соревнования. С утра и до позднего вечера чемпионат откроется 16 июня. Судьи должны успеть не только отсмотреть, но и правильно оценить схватки всех борцов. Окончательно утверждено 42 страны-участницы. Рамиль Шайдулин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова